а что делать ну давай заново можешь себя субтитрами озвучить так там у тебя нет в смысле не у меня есть 80 стояла не плюс 80 среднее было я ее вниз дернул а в минус 10 не только шуток потеряно столько кеков столько историй столько отсылок миниатюры шуток просто в трубу короче был выставлен неправильный звук на микрофоне поэтому вверх правильных и теперь ты уверен я без понятия какое как бы пишем как уже пишем версию с похабленным звуком вы сможете увидеть на нашем патреоне в качестве аудиодорожки там будет слышно может быть меня но ведь и не будет слышно вообще блин столько шуток чувак песни про мой краш будем вместе чилить шутки про духовку про финиш про вот это вот все а это днище мы отвечаем на ваши вопросы у меня в руках него я уже не знаю как у меня в руках не лезерман это салон на самом деле так даже смешнее как ты страдаешь смотреть это отдельный кайф я уже игрался им игрался час этим не лезерман какой час там 25 минут всего лишь для меня это час я как там 25 минут я как муха за 25 минут проживаю час что короче кто такой главное в духовку не залетит и не финиширует николай савченко спрашивает кто такой краш отвечаю подожди подожди за чем с конца это с конца а ты что прошла с тоже с конца да сказал с конца начинаю я второй раз с конца и начал а потом я такой ищу вот это в монтаже эти комментарии они тупо где попал не но я с конца начала теперь сначала ну типа опять с конца начинаю все те же вопросы я уже сначала все николай савченко спрашивает кто такой краш отвечаю веселым задорным и кавайным голосом краш мы деды что уже там не работает что-то не там просто там едет придется вырезать это тоже придется вырезать чувак сейчас очень сложно жить на ютубе очень сложно жить на ютубе чувак очень сложно мне чтобы один мемчик найти в тачку которая уставляется уходит час потому что все шутки все шутки это политика да это про определенные страны вот это про определенные места да и определенные возможности некоторых мест и стран и еще очень важно чтобы этот человек не был связан с определенными странами определенными местами определенными событиями в определенных местах и странах. То есть, бегу я через границу. Очень сложно жить на Ютубе, чувак. Ты запикаешь это все, что я сказал? Конечно, запикаешь это все, что я сказал. Чувак, ну нельзя так. Нельзя так. Понимаешь? Во-первых, тебя Ютуб забанит, а если не забанит Ютуб, тебя комментаторы забанят. А если не забанят комментаторы... То твоя совесть тебя забанит. Нет, так это разлетится в какие-то паблики непонятные, и там тебя будут комментировать, и отдельные группки скажут, ах, какой ты плохой. Вставил хреновую трехсекундную шуточку. И это вот к слову про краш этот. То есть, надо настолько тонко понимать во всех словах и темах, чтобы... Это тонко, как бы ничего обидного там нет, но новые дети, новые дети. Ну, 12-летние милизумеры. Ну, они уже не зумеры. Вот эти мини-пиксели, мегапиксели бегающие, блин, покемоны вот эти вот, блин, с айфонами, с тиктоками своими. Короче, краш для нас, дедов. Я эту шутку уже произносил раз, два или три. Краш для нас, дедов, тому, кто 30 плюс-минус, около того. Для нас краш, это что-то поломалось. Винда закрашила синий экран смерти. Закрашил сарапак, который ты скачал с какого-то непонятного торрента, потому что у тебя тогда не было денег на нормальную игру, еле на сухарики хватало, и ты скачивал игры. И потом на болванку записывал и продавал в школе. Были такие времена. Для детей, которые помоложе нас, но не постарше тех, которые вот эти мегапиксели, для них краш, это любовка. Клава Кока и ни лето, ни зима, ни осень, ни весна поют про краш. Ты мой краш, будем вместе там чилить, вот это вот, устроим что-то, шпионаж, я тебя придушу, ты мой... Я, кстати, не знаю этой песни. В смысле? Клава, Слава, Марлоу и вот это ни лето, ни зима, ни осень, ни весна. Ты слышал, кстати, есть, я не знаю, какой-то бэнд отдельный, и там Слава, Марлоу, типа, пел песни, и там, типа, целый оркестр. Так это, нет, не бэнд, это иногда такое же было у ЛСП. Он тоже с оркестром, типа, исполнял некоторые свои песни, некоторые каверы, да, это новый проект, но, к сожалению, это проект... Да, без разницы, но оно просто красиво, как факт. Да, красиво, как факт. Так вот, краш для вот этих среднячков, которые, это любовка. То есть, я тебя люблу, это краш. Я в тебя вкрашился, я тебя полюбил, вот. А для этих мегапикселей, блин, вот этих, я сам не знал. Я написал, в обложку оформил и написал, это мой краш, и Сашка, там, любовка, макбук. И оказывается, для вот этих современных мини-пукселей краш это очень что-то страшное. Не гуглите никогда, что значит краш для ребенка в конце 21-го года. Это жесть какая-то, я не понимаю этого прикола, и некоторые приколы слишком затянуты, это жесть. Там были даже комментарии под видео. Я такой, так, я не понимаю, чего? Я начинаю гуглить, и реально, краш для вот этих новых 12-летних детей, это что-то вообще страшное, глупое. Я такой, типа, ого. Но это надо в таком подземелье интернета жить, чтобы знать это. Для наших обычных людей, которые более-менее разбираются в интернете, краш это любовка, все. Так что, Николай Савченко, краш это любовка. Любовка. Вот, и там еще один человек писал. Евгений Фоменко, за краш хочется флипить диск. Саша, ну ты же не инстаграм, а вот эта вот фигня, ну нафига такие заголовки. Я объясню тебе, и как я объяснял в той версии днища, которую ты не увидишь из-за запор этого звука. Как хорошо, у нас смотрят только взрослые люди. Да, поэтому краш мы объясняем, почему, что такое краш. Мы спецы, как бы, мы ныряем вот в эту вот. То есть, нас смотрят, типа, больше всего 25-34. Да, мы ныряем в эту гущу событий и перлы достаем. До 17 лет у нас почти нет даже одного процента. Но при этом мы не знаем, что такое краш для вот этих вот мини-пукселей новых. Да, да. Жесть. Так вот, почему такая вот инстаграмная фигня, зачем такие заголовки? Ты видел, вообще, вот посмотри, зайди в наше сообщество, либо в телеграм-канал. Ты видел, вот Сашка Спорт делает гифки. Ты видел, с какими глазами Сашка Ляпота сотрел на свой макбук. Там не то, что краш, там не то, что любовка. Там это просто, это жесть какая-то. Я так на женщину свою не смотрю. Я так на еду не смотрю, бляхомуха, так как Сашка смотрит на свой макбук. И это второй раз я уже не могу выжать из себя эти эмоции. Вот так же смешно рассказать. Короче, у Сашка и макбук это любовь, а любовь это краш. Поэтому я написал краш. И диз Сашке не надо лепить. Хочешь лепить диз за краш, влепить его мне. Нет, там на самом деле больше всего дизов из-за того, что Сашка говорит, что нет дизов. Там об этом будет вопрос. Как раз таки вот. Андрей Богданов пишет. Принципиально поставил диз, раз тебе все равно. Не ставь диз. Вот принципиально вот это вот. Я не думал, что так люди стригерятся. Типа там многие кто поставил. А люди это бесит. А что, господи, ну бесит. Не, ну тебе типа что-то запрещают. И когда ты напоминаешь людям, что тебе что-то запрещают. Не, не то, что... Ну ладно, да, да. Согласен. У тебя это триггерит. Не то, что запрещают, а убирают. Ты можешь это сделать, но это не будет иметь никакого как бы... Не. Эффект. Эффект есть, понимаешь? Какой? Человек... Ну, как минимум, ты видишь эти дизлайки. Ну, создатель канала, он видит эти дизлайки. И один человек, который поставил, он знает, что он поставил. Да, он знает, что он поставил. Он знает, что это увидит потом человек, который как бы создатель канала. И так или иначе, это все равно влияет на продвижение ролика. И они об этом знают. И потому как бы говорить о том, что оно как бы не действует... Ну, то есть оно не видно, потому всем пофиг, так не работает. Потому что, как бы, понимаешь, если ты помнишь те времена, когда в Твиттере вместо сердечек были звездочки. В Твиттере вместо сердечек были звездочки. И это было избранное. То есть ты Твитт добавлял себе в избранное. Я в таком подземелье Твиттера не жил. Вот. И когда, типа, поменяли звездочки на сердечки, очень сильный там был, типа, фиг... Ну, типа, Твиттер и срач. Ты опять проверяешь, да? Да, я на всякий случай проверяю. Вот. Ну, и то есть тебе что-то... Там как бы, знаешь, не запретили, а поменяли действия. Но суть осталась та же. То есть, ну, это все равно, что у тебя убрали бы там с Инстаграма сердечки полностью. Вообще, то есть лайкать тупо ничего нельзя. То есть у тебя убрали лайки. Это для этих людей то же самое, что убрали дизлайки. То есть все. И ты вот как вот поймешь, что происходит? Не ставьте, пожалуйста, дизлайки. Только если вам не нравится действительно контент, или вы чем-то обижены, обескуражены, с чем-то не согласны. Ну, тогда напишите комментарий, что конкретно вам не понравилось, что был конструктивный диалог. Есть где-то даже движение отдельное. Ну, так или иначе. Антиваксеры называются. Не-не-не. Под этим самым, под видео оставляю, типа, закрепленный комментарий для дизлайков. И если ты там ставишь лайки, то это обозначает, что это дизлайки. Чувак, мне кажется, это из разряда краш и вот это вот про духовку шутки. Я о таком даже не знал. Есть реально отдельное движение. То есть людей, которые вот за очень честный контент, на то, сколько он тебе нравится, не нравится, они оставляют, типа, комментарий. Типа, комментарий для дизлайков. И ты там должен делать какое-то действие, чтобы это обозначало, что тебе не понравилось. Чтобы ввести вас в контекст происходящего. Если вы понимаете, что такое духовка, напишите свое отношение касательно того, что вот это вот происходит в Инстаграме и в Твиттере касательно духовки. Я, кстати, не очень понимаю. Если вы не знаете, то не нужно это вам. Живите себе спокойно, потому что после того, как вы узнаете... Ты же понимаешь, что если ты это сказал, то они об этом уже по факту узнали. Они такие, ага, ну это какой-то бред, не буду это гуглить. И правильно, нет. А если ты уже знаешь об этом, то вот напиши, что вообще происходит с интернетом. Как мы к этому пришли? Нонстоп пишет. У меня вопрос такой ко всем, в том числе и к автору. Саш, ты такой дорогой ноут заказал. Ну и некоторые ребята заказывают. И вижу, у них клавиатура без гравировки келлирицы, как и в этом видео. Как вы работаете? Печатайте на нем. Понятно, я примерно наизусть помню расположение букв русских. Но иногда настает момент, когда какие-то буквы забываешь. А вот, что касается знаков припинания, тут вообще не запомню всякие скобки, запятые и прочее. Как вы обходитесь без букв, ребята? Думаю заказать себе с Эмиратов или США с гравировкой, но побаиваюсь вопросов с сохранением гарантии. Я думаю, на гарантию это никак не повлияет. Вообще никак не влияет. Гравировка. Скорее всего. Однако. Вообще никак не влияет. Но касательно гравировки, блин, я очень длительный отрезок времени за ноутбуком сидел, у которых не было гравировки. На работе в старом офисе сидел за компом с клавиатурой, у которой не было гравировки. У меня дома были клавиатуры тоже без гравировки. Я спокойно печатал. Ну не знаю, когда я там писал по 2-3 новости в день, плюс авторская какая-то статья выходила, плюс сценарий. Ты очень много работаешь с текстом, просто у тебя мышечная память. У меня мышечная память до того доводилась, что у меня был даже макбук. Я купил себе и на работе, грубо говоря, на макбуке работал, приходил домой и за компом что-то печатал. Там же раскладка немного другая. Условно, запятая у тебя на шестерке в макбуке, а в винде у тебя запятая справа за юшкой. И прикол в том, что я спокойно переключался и вообще не смотрел на клавиатуру. Я понимал, так, винда, все, у меня мышечная память. Макбук, две раскладки. Ты можешь поставить клавиатуру ПК. Можешь, но это реально смешно. То есть у тебя в той клавиатуре запятая где надо, а на ноутбуке по факту ты ставишь, ну, то есть надо доустановить. Ну, ты можешь поставить, да, но я спокойно, как бы, не знаю, неделя-две и ты привыкаешь к этой раскладке, ты теми клавишами и специфическими там скобками, тем, что ты пользуешься, ты к этому привыкнешь и спокойно. Я, не знаю, гравировку наносить, либо эти наклеечки клеить, если тебе прям очень уж сильно нужно. Не, наклеечки же точно нафиг не надо. Гравировка на копейки стоит и быстро. Ну, раньше я так же думал, блин, а как без гравировки? На самом деле вполне себе комфортно. Очень много комментариев, кстати, под видео с этим макбуком. Люди, которые писали, вот, например, канал Сиен Линга. Классное видео, еще и новые приколы с ракурсами, в правильном направлении движетесь, красавчики. Терри МакГиннес пишет. Монтаж и съемка прям крутые, всплывающие желтые надписи в стиле канала получились хорошие. Там много вот писали касательно подсъемов разнообразных, и то, что в монтаже, там Витя подобавлял вот эти вот переходики. Спасибо, нам приятно. Это я, грубо говоря, взял свою домашнюю камеру, Canon M6 Mark II, чуть посмотреть, как она, чего она. По цветам они различаются, конечно, но это особенности фирменной обработки изображения. У меня стандартный профиль стоял, а на Соньке даже не знаю, какой профиль стоял. Стандартный, но там вот специфика стандартных профилей. Но он делает все равно более такую серую плоскую картинку самосоника. Ее надо очень сильно красить. А Канон делает уже покрашенную картинку на стандартном профиле. Ну, там чтобы он делает, типа, некрашенную картинку. Надо нейтральный, либо синий стайл включать. Ну, короче, был небольшой разнобойчик именно в плане цвета. Ну, оно даже фишка какая-то, не знаю. Ну, то есть, я думал покрасить, потом такой созрю. Оно даже прикольно. Вот, вроде, типа, прикольно. Я побегал что-то, Сашку поснимал. Витька прикольно это смонтировал. Спасибо за то, что посмотрели. Спасибо за то, что вам нравится. Потому что реально очень много комментариев было, касательно того, что съемка прикольная. Не останавливайтесь, глазам приятно. Спасибо большое. Постараемся не часто, не каждый прям ролик, но иногда такую фишечку использовать, дабы разбавить немножечко. Если ты будешь в каждом ролике так делать, то ты уволишься. Нет, так задолбаются просто люди. Они привыкнут, вот, и потом не будет таких комментариев. А потом, опа, берем, такие. Вау, съемка со штатива. Да. Еще. Чувак, раньше когда-то мы переносили камеру после каждого этого. Ну, сказал фразу? А вы не пробовали зум делать? И переносили камеру. Так нет, перспектива. Я помню, я помню. Перспектива, другой угол у тебя становится. А если на улице, ты знаешь, типа, боком тут сделал, так сделал, вот это поставил, на три метра отошел, ближе к дереву стал. Я знаю тебя всегда. Чувак, я с этого начинал. Это называется, ну, у меня это тогда называлось, типа, съемка по бюджетному, потому что нет студии. Это назывался геморрогий. Тебя комары жрут, собаки бегают, дети орут. Это расстрелилась съемка на такое количество времени просто, особенно, когда ты вот переставлял туда-сюда, из-за этих переставлений. Включенная камера постоянно, ты тянешь время, в определенный момент у тебя садился аккумулятор, а когда-то, особенно на выезде, ты такой, курорь. А еще дождь начнется. Да, еще дождь, да, начнется. Или телефон во время обзора сядет, а ты планчики еще не подснял, а ты хотел их на улице подснять и показать, как работают некоторые фишки. Да, а тебе солнце светит в экран, и экран не видно на улице. Приятная история, очень классная была, когда-то, да. Иван Буянский. Не хотел этого писать, но уже третий день еще я подряд помечаю, что половина ответов на вопрос перетекает у что-то незрозумие. Без образ, но складывается впечатление, что все это делается на вид чепись. Рома зачитал, что Саша не послушал, потому что что-то писал у телефона, и в результате Саша выкрутився, вы бачите, сортирным жартом. И это, на жаль, стае нормой. Саша, гумор не найсильнейшая твоя сторона. С каждым выпуском, крим же, все больше. Скажи, что за контент ты споживаешь. Что-то сильно впливает на тебя и впливает не очень хорошо. Это все танки. Дурнева и танки. Пожалуйста, помогите Сашке. Я специально. Отключите танки и дурнева. Ладно, танки оставьте, дурнева, отключите Сашки. Я специально посмотрел две серии и дурнева. Ничего не изменилось. Они все так же срут, все так же ссут, и все один и тот же тупой контент. Вообще не поменялось. Я смотрел тупой контент. Саня мне доказывал, что все, там больше не показывают этого, не обсуждают. Я включаю две серии, ну, типа, анализирую. И в двух сериях есть шутки про говно, мочу, жопу и вся эта фигня. Есть. Нафиг вообще. Я никому не советую такие шутки. Я против дурнева ничего не имею, но его смех еще самого как бы... Может, это наигранный, может, это его реальный такой смех, ну, это просто жесть. Он тебе прям по ушам бьет. Мне он просто не заходит, как бы смотреть или не смотреть. Ваше право. И касательно сортирного юмора, я смотрю иногда сортирный юмор, никому его не советую, но условно... Есть разница между сортирным юмором и когда ты смотришь на сортир. Для меня неплохой сортирный юмор, это вот, например, относительно... Ну, как бы, уже этому проекту полгода, это читка. У Лена Крю лейбл... Ну, короче, это, что было дальше, но что было дальше, вот что-то вообще, ну, это смотреть невозможно. А вот читка у них прикольная. Это типа у них сценарий, они его не знают, и прямо на сцене, в театре условно, начинают исполнять какие-то роли и читают прямо в реал-тайме, им надо что-то добавлять, какими-то шутками добивать. Там сортирного юмора полно. Иногда, не иногда, постоянно хлопцы ругаются, но, как бы, я никому это не советую, но иногда это смешно посмотреть. С Мишей Галустяном, вот, последний выпуск, я местами прямо уписывался. Я такой сижу... Но это плохой юмор, никому не советую. А вот касательно других сортирных юморов, типа вот Дурнева, мне не заходит. Дело в том, что, понимаешь, там есть типа сценарий, они типа играют, они типа что-то делают, у них как бы есть взаимодействие, а тут просто ты смотришь... Ну, это вот, типа смотришь видосики и обсуждаешь их. И ладно, эти бы там видео были бы хоть какого-то там, не знаю, качества или наполнены там юмором, или ты просто типа смеешься с какой-то тупой ситуацией, а тут она не тупая, тут типа знаешь, кринж уровень тысяча. Тут просто ты смотришь, тебе промотать это хочется. Ну, то есть, я тебе говорю прямо линейно, то есть, они смотрят на говно и ржут с этого. Ну, сториз бывают разные. Ну, нахрена их вообще включать в ролик? Я не знаю, как бы. Я не смотрю, ничего не буду осуждать, но вот касательно Сашки, ну, у Сашки, Сашки же нужно тоже отдыхать, выдыхать. И у него миллиард, просто квадлириард задач, которые нужно держать в голове. Иногда хочется просто выдохнуть головой и посмотреть какой-то сортирный юмор. Иногда он это смотрит. Вот, поэтому Сашку не обижайте. Относитесь к пониманию. Ты же транслируешь то, что смотришь в люди, так или иначе. Ты Сашку обвиняешь? Ну, я как бы, ну, знаешь, я не говорю, что я против этого, вот, как бы, но я и не за. То есть, я, как бы, постоянно с Саней говорю, что это не стоит, ну, типа, это не то, на что стоит обращать внимание. Да, да, не обижайтесь, короче, на Сашку. Вот. Это, как бы, ну, не обижайтесь. Иногда просто уставший, Потому что здесь присутствует второй человек, у которого есть, как бы, там, другое мнение, он свои шутки добавляет. Вот. И иногда можно просто включить режим Пакмена, а не восьмерки на микрофоне, и это второго человека не будет слышно, например. Вот. Хочете, что-то отрежу? Я сегодня в роли Сашки. Что-то отрежь? Да, хотите, что-то отрежь? Волосинки отрежь. Отрезал? Чувак, тут очень острые ножницы. Я тебе отвечаю, он отрезает так, что мне... Я даже не почувствовал, но не стрел. Чувак, он отрезает. Вот эти ножницы, они отрезают, это не лезерманские ножницы, это ножницы до 790 гривен. Поехали дальше. Павел Суворов. Рома прав. Apple сделала MacBook за 5 тысяч килобаксов с муляжом будущей фичи. Просто ради красоты. Это раздражает нереальное ощущение, что купил неполноценную предпродажную тестовую модель, а не топовый продукт с многотриллионной компанией. В принципе, они могли просто наклейкой изобразить челку, как у игрушечных айфонов с Алика. И как бы глупо не прозвучало, такого Apple раньше себе не позволяло. Неудобно, через задницу это бывало. Но элемент дизайна с нулевой функциональностью, фактически обман покупателя, это что-то новое. Это уровень смартфонов с болванкой вместо одной из камер. Почему Сашу это устраивает, мне непонятно. Но Сашка любит. И Сашка прощает некоторые моменты. Он всю технику, которую он пользовался, он ее любил. Он озвучивает минусы, которые прям минусы критичны для него. А некоторые минусы для него не критичны. И он просто любит. Например, синий цвет айфона. Ну это же бред. Кто вообще в здравом смысле купит синий айфон? Это не то, что минус, это недостатичье. А он на это закрывает глаза. Или, например, ну ладно, с синим цветом это шутка. Но вот 3Х я не догоняю. Вот чем вот он ему так нравится. Это такой кусок говна 3Х. Это просто, ну вот это жесть. Ну это, ну неудобно. Ты снимаешь что-то, тебе чуть-чуть нужно приблизить. У тебя есть как бы этот модуль оптического приближения. Ты нажимаешь чуть-чуть, оно приближает настолько, что тебе нахрен это не упало. Ну зачем? Я не буду калибри снимать на, блин, сосне. Мне не надо так приближать. И 2Х человеческий для обычных людей. Пожалуйста. Ну вот это реально минус. Для Сашки это не минус. В 11 было не 2,5? 2Х там было. Было ровно 2. Хрен. Вот это, это было идеальное увеличение. Я скажу, я не помню. Вот честно я тебе скажу, но это было идеальное увеличение. 2 все же маловато. Это было вот идеальное увеличение, которое мне нужно было. Там было 2Х. Ну, Х2. Ну, я не помню. По-моему, 2,5 там было. Как в натуральных, ну, как по-настоящему, честно, я не скажу тебе. Но там было вот идеальное увеличение, которым я реально пользовался. А сейчас у меня есть этот модуль, которым я бляха не пользуюсь. Продай. Ну, и что, вот что вместо него купить? 11. Ну, вот тут уже нет. Вот бушного, нормального, такой же, как у меня был, я хрен уже найду. Уже времени то. Я попользовался 11 практически месяцев 9. Уже не будет такого живого iPhone 11. Есть люди, которые до сих пор седьмым пользуются, все нормально? Ну, нет, а нормально, что пользоваться. Но я хочу, типа, не за... У меня каждая царапинка, трещинка или еще, что-то меня это бесит. А тогда у меня был телефон идеальный, просто без следов эксплуатации вообще. И тогда именно он устроен. У него запаковано даже все было. у которой бочина отваливается, и ты говорил, что это идеально. Это вы увидите, кстати, в кедр-дыре, в обзоре Volkswagen, там будет очень интересная вставочка. С одной стороны, как бы посоветовали хороших друзей, с другой стороны, очень полезная вставка, в которой будет показан автомобиль, к которому я присматривался. Короче, дождитесь, там обзор, мало того, что Семана в автомобиле, так еще и вставочка с небольшим такой превьюшкой и обзором недостатков того автомобиля, который я себе присматривал у ребят из CarFinder. Короче, посмотрите, будет интересно. Вот, касательно вот этого муляжа, я вот полностью с тобой согласен, ну, потому что я озвучил тогда вот во влоге эту тему, и я постоянно ее озвучиваю, то, что меня это вот бесит. Просто не можете, вот, извините за выражение, как говорил мой дедушка, не можете срать, не мучайте жопу. Вот серьезно. Вот это вот применимо к тому, что сейчас вот в некоторых моментах делает Apple с этим вырезом, ну, вот, типа вот, чтобы что. Ну, зачем? Ну, оно не несет никакой практической, функциональной и дизайнерской нагрузки. Оно не несет ничего. Вот оно просто... Дизайнерскую нагрузку оно делает. Именно нагрузку. Ну, вот нагрузку, да. Да, но не разгрузку. То есть дизайнерская должно быть, знаешь, типа свободно. Смотри, раньше дизайном обыгрывались какие-то мелочи, которые все-таки нельзя было, ну, там, сделать незаметными, обыграли челкой. Тут камеру можно спрятать куда-то, переместить, сделать просто рамку сплошную. А тут это, ну, я не знаю, что это дизайнерская нелепость, понимаешь? Ну, это дизайнерская нелепость. Можно было, на самом деле, типа, сделать не настолько, то есть, они же обыграли, типа, из-за того, что у тебя здесь очень, типа, Да нахер нерна! Можно было чуть-чуть больше сделать и все. Чтобы что? Просто тоненькая рамка? Да какая мне хрен разница? 3 мм или 5 мм верхняя рамка в моем ноутбуке. Да плевать мне вообще, вот максимально плевать. Понимаете? Вот это из-за разряда того, что меня бесит жить. Меня, я очень миролюбивый человек, я сейчас просто немного поговорю, но меня бесит вот иногда вот такие вот, вот такой вот дебилизм, как в случае с этой челкой. Меня просто это вымораживает. У тебя в айфоне не бесит челка? Ну, в айфоне меня не бесит челка, потому что, ну, с технической точки зрения, это... Теперь ты чувствуешь, что ты пользуешься, как бы, одним устройством тебя на айфоне, челка, и на макбуке челка. Не, ну, меня просто бесит вот челка. Меня бесит вот многие решения некоторых людей. Поговорим немного про нож. Давай. Что тебя здесь бесит? Вот очень, я пострел, ну, как, вот Сашка виноват в том, что мне просто нравится, вот, крутить в руке вот это вот клацание. Мне понравилось на Лазермане. Тут даже у меня что-то... Это Xiaomi. Ну, это Xiaomi. Это вот пружинка, она вот так там где-то установлена, она немного дребезжит. Хрен с ним. Посмотрел все обзоры мультитула Xiaomi. Я знаю все о них. Даже будет шортс, и в инстаграме будет видос, чувак, я расскажу все о них. Ты что, серьезно, ты сделаешь ролик? Так, ну, не, короткий ролик в инстаграм, ну, типа шортс, рассказать мифы. Пять основных мифов, касательно вот этого вот, ну, факт, интересных фактов касательно этого мультитула. Саня, на канал подумаю, предложу. Но, фишка просто в чем? Сравним с Кринексом. Меня дико, я не знаю почему, я не бачусь на людей, никаких вероисповеданий, никаких направленностей. Ну, чувак, когда я захожу, смотрите, ну, про мультитул, да, я маразматик, я в душе. Чувак, я реально как Сашка, я стоял в душе, мылся, и смотрел, как 40-летний, 50-летний мужик рассказывает про мультитул с рака Гайдамака. В душе. Вот в душе. Я себя натираю мыло, и смотрю на мужиков, который трогает свои китайские лезерманы, блин. В душе. На лезерманы. Ну, проблема в том, чувак, я смотрю, и вот меня просто, я не знаю, то ли из-за того, что я дед, то ли из-за того, что я дед, два раза это сказал, но потому что я дед. А меня очень, я в Вите просто вчера это рассказал, когда вот человек, разговаривающий на каком-то одном языке, когда вот заимствование с других языков. Нет, это меня тоже очень... Я с этим нормально. Некоторые люди, которые приезжают из Америка, я был в Америке, я там ворк, он очень интересный аджаб, меня это, ну окей, ты, возможно, немного забыл язык, ты уже думаешь на другом языке, окей, ты перестроишься, ты станешь нормальным, но когда ты живешь здесь, он завариваешь на этом языке, окей, вот, начало ролика, прикиньте себе вот батю, ваш батя, вот, вот, батя, батя, ваш классный мужик, как и мой батя, мужик классный, но я не представляю себе, что он сядет на кухне и такой, привет, ребята, it's my multi-tool for everyday carry, это И-Г-Т, и, подожди, everyday, и, как это, everyday carry, Саша постоянно говорит это слово, everyday carry, и, 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 это, я знаю, что это, every, ADC, вот, ADC, это мой, ADC расшаровывается, как everyday carry, да, это, my multi-tool ADC, который постоянно у меня на кармане, да скажи ты, бляха-муха, что это просто multi-tool, который, ты носишь в кармане, просто, это твой multi-tool, который ты носишь, каждый день, смотри, каждый день, не, IDK, ITG, MTG, блин, Instagram, shorts, блин, вот это вот, каждый день ты его носишь, каждый день, понимаешь, просто каждый, когда вот эти вот сокращения начинают, ты такой смотришь, бушкрафтить твой, блин, лезерман, елки-балки, бушкрафтить твой батон в духовке, ты же мой краш, бляха-муха, сосны кун тебе в стаканчик, бэбра, бэбра, ну какого лешего, надо было там включить бэбру, можно, пожалуйста, эту тонкую грань соблюдать, пожалуйста, ну вот, меня просто, ладно, это вообще к теме не относится, вы подумаете, что деда вообще головой поехал, но меня вот это вот, не знаю, триггернуло, я стою, моюсь, и вот, ну следующий ролик воспроизводится, в этом плейлисте обзора этих мультитулов, где все рассказывают, и вот реально там, ну обычный вот, ну мужицкий голос, голос бати, начинает на лома на английском, вот это вот, смотри, что-то там, мультитул, иго, это г, идс, просто скажи, обзор мультитула, мультитула, который я с собой каждый день вот ношу, пользуюсь им каждый день, либо даже если ты не пользуешься, не звездишь, что ты им пользуешься каждый день, ну вот, пожалуйста, будьте проще, вот, потому что вот это вот меня бесит, ну ты каждый день им теперь пользуешься, чувак, чтобы ты понимал, я его ношу каждый день, нет, носить и пользоваться, это разные вещи, я его в руках вот так вот делаю иногда, я два года носил нож в кармане, вот, как бы, и пользовался я им, ну, пускай раз в месяц там, смотри, я его открываю, закрываю постоянно, вчера сидел, нет, это не использование, нет, я им не пользуюсь, в чем смысл, я не покупал его, чтобы пользоваться, ладно, я вчера такой, хорошо, мне надо было провод бате отрезать, там, диодная подсветка, висит там, где уже она не нужна, я подхожу, не, даже по-другому, подожди, давай, давай, я подхожу, нет, я подхожу вот так, я подхожу, там диодная подсветочка приклеена, пластиковый диодик, такой запаянный на три диода, и проводок, я плоской отверткой подгибаю, значит, это пластик, все, у меня он отошел, потом я беру, нож, плоскогубцы, у меня тут три кусачки, тоненькая, толстый провод, и очень толстый провод, я средней кусачкой, кусаю провод, снимаю это, потом, средней кусачкой вот этой, оголяю провод, к сожалению, у меня нет оголильщика специальных проводов, потому что это велосипедный вариант этого мультитула, я оголяю провод, и отдаю бате, я такой, охренеть, класс, и еще вчера подхожу, класс, я хочу что-то с ним порезать, подошел, яблоко порезал, и он мне не нужен, я не буду им пользоваться, типа, вот каждый день, в случае чего, да, я его достану, если будет удобно сделать, он для меня, это просто безделушка, это спиннер, это спиннер, поэтому я не готов на спиннер потратить 3, 4, тысячи, 5, 6 гривен на спиннер, для меня это спиннер, все, это, я не буду, я не буду им выламывать гвозди, для этого есть гвоздодер, я не буду им закручивать болты, для этого есть отвертка, я не буду им, не знаю, стричь ногти, для этого есть, женщина, щелкалка, я не буду им, не знаю, пилить сосну, я бобра позову, он мне спилить сосну, понимаешь, я не буду вот этим вот пилить, это у меня есть, да, прикольно, поиграться, да, но это для меня игрушка, все, как мы к этому пришли вообще, на чем мы остановились, я уже просто, мы уже пишем днище второе, поэтому я не помню, где мы остановились, давай, вот здесь, да, продолжу, шмыга, о, привет, по поводу чехла, недавно взял для своей тренажки, мучо, кожаный, у них есть пару видов, реально натуральная кожа, очень приятный на ощупь, и все эти преимущества кожаного чехла, стоят 870 гривен, отличный аналог к пловскому кожаному чехлу, да, есть аналоги, которые действительно дешевле, и это не китайские подделки, под оригинал, который стоит там тоже тысячу, но это какая-то галимый кожа, зам, либо не пойми из чего, а действительно кожаные решения, которые, ну, косят под Apple, но при этом не галимые копии, а под своим брендом выпускают, есть такие решения, некоторые даже сюда заводятся, завозятся, но в основном это либо из USA, откуда-то, оттуда перейти, либо с Китая заказывать, вот, но к сожалению, именно вот я хочу хотя бы пощупать перед покупкой, потому что вот, например, некоторые деревянные чехлы, которые мне нравились, с Сашкой они приезжали, на фотках они выглядят офигенно, в реале у них, из-за того, что из натурального дерева, его как-то промакивают до состояния, когда оно распухлое, оно податливое, его обретает форму, тонкий деревянный лист, обретает форму чехла, потом его высушивают, и вот эти складочки на дереве выглядят, ну, немножечко паскудненько, то есть там не выстругивают, а именно как-то вот загибают тонкий лист дерева, короче, это что-то, ну, были у нас какие-то вот чехлы такие. я понимаю, то есть, ты можешь потратить, они приедут, и ты пощупаешь, или, например, ладно, если они будут к телефону нормально относиться, и не поцарапают твой телефон, это приятно, но они могут тебе тактильно просто не понравиться, из-за этого, как бы, я, ну, не рискую заказывать вот чехол, который, потому что они стоят там 30-40 баксов. У меня нет чехла. Ну, есть чехлы, есть момент делает на твой телефон. Нет, чувак, нет чехлов. Тупо. Бесишь просто во время дюйма. Нет чехлов, чувак, нет чехлов. Монт Касса пишет. Я говорю, просто, шок момент, заходим. Моменты делают ко многим чехлы. Смотри, пиксель кейсис. Да, хорошо. Только где они, а где я? Пиксель кейсис. Где они, чувак, а где я? Ну, ты просто можешь пиксель 4а. У тебя 4а, Нет, у меня 5а. Просто где они, а где я? Я пока дождусь чехла от них, блин, пройдет год. 3а, да. Пиксель 4, пиксель 6. Просто в поиске напиши 5а, что ты как это самое? Пиксель 4, Excel, нет. Вот. Для твоего еще нет. Есть пиксель 5а. А, у тебя пиксель 5 или 5а? Нет, это 5а. В этом вся разница. Есть для... Ну, а у них не пиксель 4а 5g называется. Вроде как есть миф о том, что вот 4а 5g подходит на 5а. 30 баксов у момента есть чехлы. Да, есть теория, что подходит, но как ее проверить, я без понятия, потому что чехлов на 4а, как бы тоже довольно непросто. Можило на самом деле найти, да, на вот такие телефоны, на пиксели, все остальное. На айфоны проще, но и то, некоторые специфические, ты днем с огнем не сыщешь. Но спасибо вот Моджо, если действительно прикольно, надо будет присмотреться, может где-то тут локально найду, пощупаю. Артем, Артутян, чуваки, снимите пожалуйста Рено Лагуна 3, если найдете 2-х литровый турбодизель, говорят, что просто пушка, очень нравится машина, интересно ваше мнение. Пушка-гонка. Я мечтал на самом деле, третий апнуть, свою Реноху, на Лагуна 3, купешку, с 2-х литровым дизелем, как у Вити, и с айсиновской, шестиступенчатой автоматом, там не вариатор, а именно автомат, на 2-х литровом дизеле, автомат, на 2-х литровом бензине, по-моему, там вариатор стоит, если я не ошибаюсь. Да. Вот, это пушечная штука, третья Лагуна. Можно, самое интересное, вынять тот айсин и вставить мне. Да, но там, ну, мозги, проводка, это все подружить, можно, но ты не будешь этого делать. На Ютьюбе есть один ролик, где чувак реально так заморочился. Но ты не будешь этого делать. Я понятно. Тачка реально пушечная, да и батя на самом деле присматривал обычную Лагуна 3, но сарайчик, с 2-х литровым как раз таки дизелем, на автомате, там богатые комплектации, там GT комплектации, есть даже полноприводная Лагуна, я видел. Это абоссака, я видел, полноприводная одна Лагуна, там как-то через электромуфту что-то подключается, как они это сделают, непонятно, но очень интересно. И вообще вот Лагуна 3, нарядная тачка, действительно классно. На дизельке, вот 2-х литровом, это просто мечта. Это дизель неубиваемый, если ты к нему нормально относишься, надежный, мощный, экономичный. Мы знаем одну историю. Да, я знаю много на самом деле историй, как укладывают эти двигатели, просто хреновым обслуживанием и ездой газ-палас. Ну, типа газ-палас, забыть про масло, я так понимаю, просто никогда не менее. Хреновое обслуживание, дешевое хреновое обслуживание, вот так, хреновейшее масло, не по пробегу, не почему, а когда придется, хреновейшие самые дешевые запчасти в двигатель условно. Потому что его реально уложить сложно. Очень сложно. И вот хреновое топливо, единственное, что и не замена фильтров, например, топливных. Но так-то топовая штука, если 3-я Лагуна где-то попадется, обязательно сделаем обзор, потому что лично я кайфовал от этой тачки, но больше всего именно от купешки, она сосная. И, чтобы вы понимали, вот посмотрите на Лагуну 3 купе, и потом посмотрите на Мерседешки, купешки, задница очень похожа у Мерседесов именно на Лагуну, а не наоборот. Потому что Лагуна появилась раньше. Окей. Андромада пишет, переименуйтесь уже в Apple News, чтобы всем было понятно и не тратили время зря. Смотрел, ждал, пока пройдет обострение, но, видимо, это уже диагноз. На этом спасибо откладываю. Спасибо и вам за такой комментарий. Причем здесь Apple News? Что у нас роликов много про Apple? Ну да. Прикол в том, что... Серьезно? В этом мире, в техном мире, делают много компаний, всяческих всячин. Но чего-то интересного, необычного, спорного, например, того, что будет пользоваться, не знаю, спросом, будет интересно, и то, что доберется до рынка, то, что будет, ну вот кому-то нужно, это в большинстве в своем как раз таки Apple и набор других брендов, но в меньшем количестве. Мы говорим о интересных там Android устройствах, например, когда они появляются. Мы говорим о интересных Windows устройствах, когда они появляются. 20 роликов, у нас всего лишь 5 роликов про Mac. Например, вот интересно было про Nasa эти снять, сняли про Nasa, был от меня видос про MSI-ный Note, который типа пытается их заигрывать вот с таким сегментом, но получается двояко. телефоны, не, это самое, не айфоны, ну то есть, телевизоры, наушники еще, ну типа, куча всего. И, опять же, это обострение идет в определенный период всегда. Ну да, возможно у вас обостренная просто реакция на Apple технику, так просто проматывайте, если вам не интересно, но спорить с тем, что Apple выпускает пусть и спорные, но интересные продукты, было бы глупо. У них интересных продуктов, которые пользуются популярностью, много, и многие из них стоят вашего внимания. Не все, но многие, поэтому как бы. Но, спасибо за комментарий. Евгений Белянов, все закрываем глаза и слушаем. Прикольно слушать днища на работе в стиле подкаста, без видеоряда. Чувак, ты дергал мою кожаную палку, ты чего тебя не сломал? Я думал, у меня короче, а у тебя длиннее. У меня длиннее? Нет, а ты просто сейчас вальтом лег. Это у нас с Сашкой типичные разговоры в нич. Я не знаю, как я до этого докатился. Раньше я такой сотрел, знаешь, когда был маленьким, и когда там мужики в гаражах где-то или еще где-то он встречался, там твой, ну типа там, батя со своими друзьями какие-то свои вот эти вот кеки шутил, и ты такой малой стоял, тебе так было неудобно моментами. И сейчас я себя чувствую вот на месте батя, когда я встречаюсь, да. Шутки прописаны? Да, меня это я вчера в пробке тянулся. Лаунжик не про духовку. Вчера, вчера в пробке тянулся, и встретил нашего бывшего оператора, Санька Лысенький, который на бумере. Я его фоткаю, это ты? Вот, да, это я. И он фоткать, это ты. Я сотрю, и там просто деда такой в равчике сидит, и я такой, это деда в равчике сидит. Не, ну вот так с шапкой ты точно дед. Чувак, я там сидел в очках, я вот так вот лежал просто в пробке и сотрел в пустоту. Ну вот, поэтому я не знаю, как мы до этого докатились, но мы все там будем. Андрей Тинков пишет, доброй ночи, ребята, и вам доброе утро. Утро, дня, вечера, у вас остального. Да. Смотрю ваш подкаст, смотрю ваш подкаст. И вот незадача. Почему не рекомендуете человеку Mi Pad 5 от Xiaomi? Это же будет поинтереснее, возможно, и возможность дешевле устройства для контента, и возможно дешевле устройства. Возможно дешевле устройства. Короче, тут с опечатками, но возможно дешевле, типа, короче. Так же, есть вопрос на размышления. Взять iPhone 12-13 на 128 и iPad Pro на M1 на 128 или же iPhone Pro Max на 256. Все серое. Смотри, давай поочередно будем отвечать. Mi Pad от Xiaomi. Что делать с Android планшетом? Сейчас же Android есть для планшетов. Я представляю, что делать с Android. У меня был Nexus, у меня были, я голосовал часто, гривны за Android планшеты, в то время, как мои друзья брали, там, iPad mini появился, я брал Nexus. Там еще что-то появилось, я брал там планшет на Android. Я проигрывал просто в чистую. Поначалу все хорошо, через год это лагает, как говно у них, iPad работает нормально, через два года это никому не нужная, просто ссанина, которую я не могу использовать даже как читалку, потому что она лагает, блин, в сраном лаунчере. iPad в это время живет, припеваючи, и все хорошо. И потом я продаю его дешевле пары носков, а чувак продает через пять лет iPad как пара джинс хороших. И ты такой думаешь, да бляха-муха, какого лешего. Вот поэтому я лично советовать не могу. Я сестре, которая не пользовалась никогда iPad'ами и не навеет Apple, посоветовал iPad'ы, и она сейчас вот радуется. Классная штука. Сколько что этот Xiaomi Mi Pad? Не знаю. И вот знать не желаю. Ну вот давай зайдем, вот зайди. Давай, Mi Pad 5 от Xiaomi. Но я досматривался на эти Mi Pad'ы еще когда они были вот похожи на первые iPad'ы mini. Их тогда сравнивали, они были практически один в один. Mi 5 просто? Mi 5, да. Mi 5, вот зачем покупать Xiaomi Mi 5? Mi, Xiaomi, подожди, Xiaomi Pad, да что с этими названиями? Xiaomi Pad 5. Он стоит 11 тысяч. За 11 тысяч, когда ты можешь купить iPad за 11 тысяч, чтобы вот что, чтобы, вот я ненавижу Apple, чтобы показать, ладно, если у тебя душа так не лежит к Apple, зачем вообще, почему, успокойся, а во-вторых, ну вот зачем, чтобы вот что? от 10 тысяч до 16 тысяч. Чтобы что? Чтобы зачем? Чтобы куда? Xiaomi Mi Pad 5. Вот что с ним делать? Я не представляю, а что так дорого? что у него такого? Вот я бы не взял. Snapdragon 860. Мне нравится просто этот же человек в следующем, в следующем. IPS 2K? Да хоть 22K, ну что с ним делать? Ну, у тебя большой Android. Что, права туда поставлю? Что, оттуда кастомный ROM накачу? Ну, Что, я в Antutu там буду с кем-то соревноваться? В пупу бегать? Что ты на меня так смотришь? Ну, вот объясните мне. То ли вот я деда, я понимаю, что когда, смотри, когда у тебя нет бюджета. Не, если ты покупаешь чисто для себя, для игр, и тебе пофигу, что через полгода он будет стоить 3 тысячи, ну, Даже для игр логичнее iPad взять, да, там не будет, например, быстрого экрана, но он дольше проработает. Я понимаю, но iPad базовый, как бы, ну, игры там. 11 тысяч. Нормально, там... Там А15. А не, А13. А13, да. Нормально. Я ставил туда этот... Нет, просто типа... Геншин и Пак нормально работают. Я маме месяц назад, как бы, ну, там, скинулись, купили это самое iPad, вот этот новый 21-й. Да, но что уйдет на этом процессоре, я без понятия. Геншин я ставил, нормальная игра. Если ты прям хочешь угорать, нормально, за эти деньги просто окей. Я понимаю, поймите меня правильно, извините, что я постоянно вот дергаю это в руках железную штуку, но мне просто нравится. Я понимаю желание, я сам через это проходил, я собирал компьютер на Хуанане, когда с меня все ржали. Я покупал какой-то дешевый китайский телефон, занимался перепрошивкой. У меня был планшет Чуви, который работал одновременно на Android и на Windows. Чуви? У меня был планшет Чуви. А, а у Алины что за планшет? У Алины Чуви, вот это мы покупали. Я понял. Да, понимаешь? Это такая фигня, блин. Я каждый раз, как вижу вот это вот, вот это вот непонятное что, и когда там запускается винда минут 15. Это вот, я часам через это проходил, хочется, когда у тебя нет, ну, финансов лишних, чтобы потратить на какую-то железяку, хочется получить там топ за свои деньги. Действительно, можно в определенных бюджетах, в бюджетах высмотреть что-то хорошее. Окей, я понимаю, можно позаниматься перепрошивками, можно из старого корыта сделать что-то нормальное. Можно это все делать, но когда вы покупаете новое устройство, у вас есть довольно-таки немаленький бюджет, 11 тысяч гривен, это большой бюджет, выбирая между Xiaomi Pad 5 и iPad 2021 года, ну, для меня тут не стоит вопрос, а что мне взять? Ну, вот, я не, я не представляю, вот, да, на, на iPad есть свои заморозки, я кекал с банкингов, которые не адаптированы, я кекал с Instagram, который не адаптирован. Ну, у тебя, типа, маленькие вот эти окошечки. Да, ну, можно растянуть на весь экран, но это очень кеково выглядит. Да, у тебя есть ограничения, ты не можешь, по-моему, поставить WhatsApp или Viber, что-то ты не можешь поставить, только веб-версию тебе нужно использовать. Вот, для сестры, для работы надо было это поставить, можно только веб-версию использовать. Там есть такие ограничения. Да, но в остальном, типа, общее, ну, тебе приятно этим пользоваться. Аксессуары к этому есть, оно проработает у тебя дольше, поддерживаться оно будет дольше. Ну, вот, черт его знает, и продашь ты потом его дороже. Ну, я не знаю, но это лично просто от себя, знаешь, когда вот к тебе приходит кто-то, что-то посоветует. Деда хочет посоветовать что-то хорошее, чем бы он сам пользовался, я бы посоветовал iPad. Да и ты сам потом спрашиваешь, что взять, iPhone и iPad Pro, либо iPhone Pro Max. Ну, если ты уже берешь iPhone, то тогда бери iPad. Понимаешь, и вот, ну, тут типа базовый iPhone 12-13 и iPad, либо Pro Max, в зависимости от твоих задач, это очень сложный вопрос. Но я бы для себя взял iPhone 13 на 256 и iPad Pro, если бы он мне действительно нужен был. Потому что Pro Max подойдет далеко не всем. И дальше пишет еще этот человек, «Стоит ли ждать после новогоднего падения цен?» Я сомневаюсь, что цены будут падать, чипы, вся эта поставка, ты же все сам прекрасно знаешь. Все цены будут только расти. Цены будут расти. Вот, как-то так. Там еще про Leatherman, но про Leatherman ничего не знаю. У меня лучший мультитул в мире, который делает так. А еще у него люфт есть. Женя Сук пишет, «Всем привет, я уже писал Роме, но продублирую сюда. Сделайте, пожалуйста, именно детальный обзор смарта после вашего видео о перекусах, перекупах. Ну, человек перекусок написал, задумался о покупке второй машине, а нормального его видоса с обзором нет. Так что держайте, очень жду всех обнял. Обязательно сделаем. Я в смартах шарю во всех поколениях, во всех комплектациях, и я даже могу рассказать, в каких комплектациях, что бывает, что не бывает. Я тут зубрила, очкастая в этой теме, поэтому обязательно сделаем. Когда? Александр Соколов. Рома, сплавляю тему для нового видоса. Какую АЭС поставить на старый ПК или ноутбук? У меня, как и у многих других, я думаю, есть устаревшее устройство, которое хочется как-то задействовать. Подумай. Я думал. У меня есть старое устройство, работает на Windows 7, например, у родителей. Ну, это новое довольно. там старое устройство, там Core 2 Duo. У меня на даче стоит компьютер 98 Windows. Как вариант, можно старую машинку для старых игр. Просто как проигрывательство. Досовских. Но вот проблема просто в том, что для каких целей? Я вот недавно увидел у Лайнуса как раз-таки на медни, на медни. Вышел видос с тем, что типа не выкидывайте свой старый ПК, вы можете его использовать. Захожу, смотрю, и там рассказывают, что можно его использовать как домашний сервер. Рассказывают, зачем он тебе нужен. Рассказывают, что можно накатить кастомную сборку Линукса, создать свое облачное хранилище, создать еще что-то там, тараливали телепили. Это не массовая штука. И понимаешь, если ты задаешься таким вопросом, ты гуглишь эту информацию. И ты там условно либо сам разбираешься на форумах, тебе вот, ты хочешь такой, так, у меня есть старый КОП, для чего он мне нужен? Создам домашнюю там какую-то вот сетку, там домашнее хранилище для фильмов, и чтобы оно раздавалось, и чтобы я мог смотреть на телеке. Или домашнее облачное хранилище для фотографий. И ты задаешься этим вопросом, и ты по специфическую задачу все это делаешь. Я же для себя с одной стороны думал, блин, с одной стороны прикольно сделать домашнее хранилище, но с другой стороны ты понимаешь, что энергоэффективнее и более экономически выгодно купить, если тебе нужно домашнее хранилище, ты берешь какой-то нас. Он жрет не 250 ватт в час, а он жрет 15 ватт в час. Экономически выгодно, оно меньше места занимает, меньше шумит, более стабильно работает. Ну да, ты можешь ручками, если ты в этом шаришь, ты руками настроишь, окей, но это будет много места, много пыли, кушать оно у тебя будет больше. То есть это очень двоякая штука на самом деле. С одной стороны прикольно, с другой стороны лишено на самом деле смысла. Потому что вот даже я такой, у меня вот валяются старые некоторые устройства, такой, блин, для чего же использовать старые телефоны, и натыкаешь на те же самые ролики, которые год за годом люди просто переснимают друг за дружкой, типа, как веб-камера, как веб-камера для ребенка, как видеорегистратор, как читалку, как навигатор, как еще, и ты такой думаешь, да, вашу же дивизию, а что-то интересное есть, типа, там настолько банальные вещи, что, типа, для веб-наблюдения, там вот, и эти все сайты, и новости, там, видосы, они относительно новые иногда выходят, но ссылки все на такие бородатые, деревянные версии в приложении, или какие-то вот ссылаются, они на что-то такое, нет смысла что-то делать, ты просто делаешь айпи-камеру, и все. А вот зачем? Ты можешь поставить айпи-камеру? Нет, айпи-камера стоит 1000 гривен. Продай старый телефон. Ну, никто, ну, нахрен кому он надо? Надо. Чувак, ну, у меня, типа, валяется этот самый... Выставляешь на барахолку и продаешь. Как его называется? Sony Mini, вот это, Sony Xperia Mini. Вот такой синенький телефончик, в котором... И что ты с ним можешь делать? 512 мегабайт памяти, просто 512 мегабайт памяти, как оперативно. Ты будешь с этим делать что-то? Ну, как веб-ку, он сейчас используется у него дома. Витя, ты извращенец, ты знаешь, ты его подключил к розетке, поставил, все, он у тебя это самое... Дома камера. На хрена покупать камеру? Если мне нужна дома камера, я куплю камеру. Зачем покупать? Вот, ну, просто ты вот покупаешь камеру. Зачем? Ты не, смотри, ты не тратишь время свое на... Там не надо никакого времени, одно приложение, Настраивать. Ничего не надо настраивать. Так нет, там тоже... Смотри, смотри, в веб-камере надо ввести настройки, прикинь. Да, это вот прикольно. Это вот новое устройство ты сделаешь, оно работает. Там так же, на его одном приложении работает. У тебя оно на скотче примотано, ты как спайдермен, что ли, вот это вот нафинишировал, на стену и прилепил? Там есть держатель. Какой держатель? Настенный держатель для Xperia Mini, пожалуйста, чтобы использовать ее как веб-камеру. Обычный телефонный держатель. Ты его присрал к стене? Нет. А как ты это поставил? Он у меня просто стоит. У тебя вот есть, типа, держатели для телефонов разные, они просто становятся у тебя на стол. Все, ты поставил на стол и стоит, у тебя обычный телефон. То есть, у тебя телефон снимает стол? Почему стол он снимает? Он комнату снимает. И зачем? Ты смотришь на это? Ты смотришь на себя со стороны? и за котом смотришь, вдруг там что-то, плюс у тебя там внутри память встроена, он записывает у тебя одновременно. То есть, я хочу охранную систему, я поставлю Аякс. Ну, это понятно, но это другое. Не, ты же мне доказывал, что можно из говна и палок собрать. Можно из говна и палок собрать. Тут же нет. Ну, понимаешь, я собираю из говна и палок, и на кого мне пенять, в случае чего это не сработает? На себя или на старость техники? Если что, это самое... Если не сработает Аякс или Аякс, который подвязан к шерифу, я пинаю на кого? На Аякс либо на шерифа? Пофигу, не сработало это и все. Ну вот, не сработало. По какой причине? Вот что, вышел и модуль... Так они тебе никакой гарантии за это не дают? Гарантии нет, ну на все устройства есть гарантии на обязательство. не об этом. В том, что если к тебе кто-то вобрался в дом, забрал телек и ушел до того, как шериф пришел... Нет, когда шериф пришел... Как бы ничего не меняется! Нет, ну я к тебе к тому, что условно техника... Ну это гарантия... Я имею в виду гарантии... Гарантия на технику, да. Нет, гарантия на технику у тебя есть априори от магазина или от производителя, но у тебя нет гарантии от шерифа за то, что у тебя и украли. Я не знаю какие там условия у шерифа и какие... Нет, это уже страховка называется. Я говорю, что я не знаю какие условия, но я тебе говорю про систему, например, сигнализации либо умного дома. Можно насрать самому, можно купить готовое решение и в случае... И не запариваться, потому что я очень много времени просырал на то, что я вместо того, чтобы делать дипломный проект... Просто дед. У меня один компьютер, у меня один компьютер, хреновичный интернет, нет больше никаких... У меня один жесткий диск в компьютере, больше нет. Я сношу полностью винду и начинаю вставить хакинтош, который не запускается. И мне... Вот я такой типа делаю себе диплом, почему бы не поставить хакинтош? У меня завтра диплом сдавать, а я с нерабочим компьютером, и я не могу ничего сделать. Я помню это самое... Вообще ничего. В те времена, типа мы делали еще специально виртуальное расширение жесткого диска. Нет, виртуальное расширение оперативки. Нет, жесткого диска. Да, оперативки. Где ты виртуально... Где ты мог расширить жесткий диск? Без понятия, как это работало. Серьезно, я все еще не понимаю, как это работало. Нет, оперативной памяти. Нет, у меня типа жесткий диск был на 240 мегабайт. Я из него делал типа 800. Как? Ну не 800, там в два раза можно было типа 500, 600 мегабайт. При помощи чего? Без понятия. Оперативку можно использовать как хранилище, да. Ну... Ну что, у тебя был жесткий диск на 200... Деда, ты что-то путаешься в среднем. Да, оно реально записывалось. Я погоду... Ты пока читаешь следующий комментарий. Вот короче, то есть можно применить при большом желании. Но я просто пришел к тому, что вот тратить кучу нервов свободного времени и всего остального можно, если вам приносит это удовольствие. Если вам не приносит это удовольствие, проще купить готовую систему. Вот. Поставить, и оно просто выполняет свою задачу. А если оно не выполняет свою задачу, вы барагозите на того, кто вам это продал или кто производитель. Вот как-то так. Я просто пришел к тому, что я выбираю, если мне нужно что-то для выполнения какой-то конкретной задачи, я это что-то лучше куплю. Я до сих пор занимаюсь стачками, еще с чем-то, колхозингом, всегда вот во мне чешется вот это вот рукодельство мое. Но очень часто, когда результат меня не удовлетворяет, когда я трачу больше денег, чем просто купить что-то готовое, либо вот выдыхая все стою или еще что-то, я чувствую внутри вот схребется, что, блин, чувак, ты мог просто вот взять и купить, чтобы это кто-то сделал, либо вот ты отдыхал в это время. Я понимаю, что лучше иногда вот выбрать отдых в это время, а пусть кто-то это сделает за тебя или купить готовую вещь. Брэйн Плюс. Спасибо за ответ на мой комментарий в прошлом днище. Хочу вам пожелать в наступающем году всех благ, огромного роста, количества подписчиков и просмотров. На ваших каналах собирается самая душевная аудитория, продолжайте в том же духе. Из-за вот этого самого дурагонства я на вас и подписался. Хотя я подписан на много разных каналов, только на ваших трех каналах я не пропускаю ни одного видео. Умоляю, не создавайте больше каналов, а то у меня не будет столько времени, чтобы все видосы смотреть. Шучу-шучу, делайте сколько сможете каналов, пилите видосы. Ночь длинная, я буду смотреть. Спасибо тебе большое, Брэйн Плюс. Ради таких чуваков хочется пилить контент. Спасибо тебе. Контент у нас довольно много выходит. Особенно вы как запишете двухчасовой днище? Из души в душу, прямиком в душу. Волковое днище. Как ты, например, сегодня сейчас пишем, мы с тобой. Двухчасовое. Давай. Поехали дальше. Но ты мало комментариев взял для двухчасовой, я вижу, очень мало. Нет, просто и мы по второму кругу, как мы идем, из-за этого мы ускоряемся. Нет, чувак, ты брал больше комментариев раньше, ничего не знаю. Вита Адреналин пишет. Разгон про полотенце, это было хорошо, прям в предыдущем днище, или даже во влоге. Мы там, по-моему, говорили, что типа, сколько у кого полотенец, я как бы вытираюсь одним. Но сначала определенную, не, сначала все остальное, а потом определенную зону, чтобы мало ли потом не вернуть себе. А не проще два полотенца иметь? Нет, у меня два полотенца. Одно пока мокрое, оно сухое, оно сохнет. Оно сохнет, а кто используешь? Ну, я этим вытираю все. А потом это занимает место сушки, а то занимает место всего. А у тебя отдельно там для лица, для рук? Жоп на многоручные? Ну, оно у меня сразу жоп на многоручные. А просто, когда ты не моешься, пришел просто руки помыть? Чувак, у меня бизнес-план сделать полотенце там, где просто черточка. Лицо, тело, под телом, ножки. Чтобы просто были зоны. И ты вот этой зоной лицо, вот этой зоной себе это, вот этой зоной себе то, и вот той зоной уже ножки. И ты на кина не перепутаешь. Есть офигенная штука, пледы с рукавами. Вытираться пледом с рукавами? Нет, это просто, знаешь, типа серии прикольных штук, типа полотенце разделенное, это хорошая идея. Я вспомнил, что есть плед, но у которого есть рукава еще. А, да, есть, да, но типа это халатный оборот. Вот прикольно. А насчет жертвы для дыр-дыр, если Иванова не на паузу с Маздой, может классику Артема Петренко попробуйте вытянуть. Прикольное бэхо-бэхо. Насколько я знаю, ржавеет потихонечку, но возможно... Он же ее зрегал. Кого? Да нет, это не Петренко, у него растаможная была, это Лысенький Сашка. А, Лысенький, да. А у Иванова горе-печаль, ему дальнобойщик сделал кунь-кунь два раза в Маздочку, поэтому пойдите, поддержите Иванова. Тачка была вот вообще нарядная, пусть она ломалась по техничке, я второй раз это опять-таки говорю, потому что мы второй раз записываем днище, повторюсь, я как в дне сурка. У него была идеальная тачечка по внешке, а теперь будет две, скорее всего, крашенные детальки, это грусть-печаль, поэтому перейдите либо на YouTube, либо к нему в Instagram, подержите демассаж, чтобы он не грустил, потому что я бы загрустил невероятно, если тачка по царапам плачет. Ну, тачку реально жалко. Олег, Дэл Дэнков, выдайте, видите, петличку микрофон, просто согласись со мной и не спорь. Нет. Короче, мохнатку мы ему повесим. Да нет. Да, ну мохнатка. Ну, зачем мне? Хорошо, нет. Та еще вопрос. Знаешь, я мохнатку лучше повешу в вашу сторону, чтобы... Зачем? Смотри. Чтобы есть вот этот звук. Вот этот звук умрет, или я забуду опять переключить, или нажму тут не ту кнопку, вот, то там будет звук, и не надо будет переписывать. Вот это да. Двухсторонне тогда возьми. У нас нет такого. Так, Саня сказал покупай. Да. Саня сказал покупай. Ты думаешь, у меня мало всяких проблем, забот, вот это тратить свои деньги, потом просить, чтобы возвращать. Ты сколько денег не со смарта ждешь? Это вырежу. Вот и все. А, Витя, так, мы это вырезали. Покупай. Нет, мы это не вырезали. Вырезали. Вырезали, вырезали Вырезали, вырезали Поехали, давай не будем об этом Сашка потом будет обижаться У меня есть отдельный пунктик на эту тему Есть внутренний бюджет который ты должен взять, легко потратить И ты не должен вот это ходить и клянчить Вот это я вырежу, ты не должен ходить и клянчить Я тебе сейчас вырежу что-то Ну вот это, это попрошайничество, у тебя должен бюджет ты просто подошел, взял и ушел, да не спрашивать должен. Только что вырезался момент, я просто Витя говорил, Витя закажет. Да, следующий вопрос. Витя закажет. Двухсторонний микрофон у нас будет. У нас мохнатка есть, она будет записывать в Витю, а двухсторонний будет в съемках автомобилей. Двухсторонний микрофон это офигенно. Двухсторонний микрофон будет обязательно. Так, едем дальше. Владислав с Несаренко пишет. А ничего, что как Олео сейчас стоит не 30, 30 в максималке, а все 35. Прикол в том, что у них кредитные предложения есть. Называется Рено Бонус Плюс. И вот как раз таки, когда кредитный, в кредит ты покупаешь, то у тебя там топовая конфигурация на 80 тысяч гривен дешевле стоит. И поэтому, если ты возьмешь небольшой кредит, и у тебя есть как бы сумма, ты быстро раскидал кредит, и у тебя дешевле вышла тачка. Плюс-минус. Если ты, конечно, затянул кредит, то там переплата, проценты, это все, и тебе тачка получится либо столько же, либо даже дороже. Но если есть деньги, то ты можешь ее ухватить, типа за 31, и потом быстренько кредит раскидать, если кредитные условия таковы, что ты можешь его быстренько закрыть. И получается, можешь купить. Какой-то прошаренный в теме кредитов. Вот. Я вообще я мастер... Мастер кредитов? Я мастер карт. Сколько ты набрал на Новый год их? Три. Три? Ну, три кредита и две, три кредитные карточки. На изи открыл уже? Я уже закрылся сам по себе. Вот. Поэтому, как о лео, сейчас кстати, Сашка гоняет уже недельку, будет скоро видос от Сашки. Терри Магинес. Ну, Ром совсем и хрень ляпнул про Локи и Шанчи. Можно это вставить сперху? Ой, Сапи, сидишь. Пожалуйста, я на это все уже отвечал. Сраный день. Сурка! Терри Магинес. Интересно, что же он спросил? Ну, Рома совсем. Терри Магинес. Ну, Рома... Я подумал, типа, и Шанчи там есть в Шанчи Терри Магинес. Я думаю, откуда в Шанчи Терри Магинес? Такой нифига себе. Я что-то не знаю. Ляпнул хрень про Локи и Шанчи. Да, в первом половине фильма много мыло. Особенно в сцене, где Магин стоял на скале над лесом. Но в финале с драконами очень годный графон. И куда лучше мыльных экранных задников Локи. Мы в этой версии днища не резали тебе волосы. Ну, мы там же с отрезали. А тут мы не отрезали. Нет, мы там резали. Мы тут резали. Мы там резали. Мы вот под этот вопрос резали. Я помню. Давай. Ну, давай. Все должны увидеть. Да не ссы. Да не ссы. Ну, чувак, ты дёргаешься, я тебя сейчас срезну вену. Вот потому и ссу. Да не ссы. Ну, ссу. Ну, дай, вот тут, вот торчит. Класс. Вот охранить, какие они острые. Они ещё так делают. Давай тебе бровки повыше повыше. Я тебя вырежу сейчас брови. Тебя вырежу, трой-тай бровь. Так, я не знаю, как мы к этому пришли. Да, вот мультитул. Касательно то ли вы смотрели Локи в Камрипе, то ли я Шанчи в Камрипе смотрел. Но Шанчи по графике дно днищенское времён начала всей этой истории с... Ну, я не согласен, что дно... Ну, очень хреново. Я просто скажу, что оно в стиле китайских вот этих всех... Оно в стиле даже вот похуже местами, чем первый Железный Человек. Ну, там переборщили с этой графоном. Там вот с убогим графоном. Дракон убого нарисован. В играх компьютерных лучше он нарисован. Единственное, что мне понравились, это Лёвы здоровенные. Вот здоровенные Лёвы прикольно нарисованы. А вот это... Монстр, он низкополигональный. Жопное вот это чмо мелкое с крылышками. Ну, вот они низкополигон... Не-не, там вот это вот зверушка такая. А, вот зверушка прикольная. Да, зверушка. И Лёва прикольная. А всё остальное, это низкополигональный говно. Чувак, посмотри, охотники за привидениями. Посмотри. Посмотри, серьёзно. Охрененно. Локи, я смотрел каждую серию и прозревал. Ну, это такой маленький спойлер, но он безобидный. Он безобидный. Ты должен быть готов к этому просто. Чувак, я тебе что-то говорю. Там типа один из монстров, он нарисован, это просто типа кек. Он нарисован в старом как бы... В старой стилистике. И ты смотришь, как будто это резиновая кукла бегает. Это так смешно. Ну, это желейный вот этот пацан. Не. Не. Ну, то есть, ты просто должен быть готов, что типа... Есть там реально такой прикольный момент, что ты понимаешь, что это тупо резиновая кукла как будто бегает. Как вот старые там, старые привидения, всё такое. И ты такой... Я реально первый раз смотрю... В смысле? А где же графен? Где же графен? Где же графен? Ты смотришь... Ты понимаешь, что это прикольно. Бюджетная киношка такая, простенькая. И Локи, как по мне, нагло, выше и в плане сюжета, и в плане визуала. В Локи тоже есть чуть-чуть мыло. Давай так. Есть! Но для сериала это охренеть как круто. Но для сериала это очень круто. И для первого сезона, ты вспомни первые сезоны многих сериалов. Ты смотришь их, и они раскачиваются только. Капитан Америка. Я не... Что с... НЕ... Вот этот новый Капитан Америка, это обоссанное говно. Ну просто я вот, ну нет Я вот, например, вспоминаю в Доктор Хаус Первый сезон, там в Росфокусе накинул Все снято с желтым фильтром каким-то И так и то он был лучше, чем вот это Шанчи Ты что? Поехали дальше Роман Сайко, добрый день, очень нравится ваше видео Особенно про путешествие, такой вопрос Подскажите, пожалуйста, как можно скинуть с Android смартфона На iPhone все данные, все контакты, подписки Можно ли скинуть данные с карты памяти Заранее спасибо, я чувствую себя Сашкой И патроном, вот его вопросы Когда он читал эти Я на это все отвечал Кек в том, что он 4 раза Это делал, походу А я второй раз, смотри С iPhone можно есть Официальная приложуха, там iPhone у тебя спросит С чего ты переходишь с Android Можно перенести данные, он переносит практически все Но делает это кривовато Контакты у тебя перенесутся при помощи Google, перенесутся и все подписки Все остальное, просто гугловские приложения установи Касательно фотографий, я бы лучше использовал Какое-то облачное хранилище, либо локально сам переносил в свою медиотеку Добавлял в айфоновскую, потому что иногда оно Ну, криво все это происходит через сторонние программы Касательно специфических файлов То тут только ручка Извините То тут только ручками, потому что по-другому никак Я же все, я перенес только свой гугловый аккаунт Все остальное, что нужно ручками Что не нужно, в Google фото у меня было Вот как-то так, потому что чем больше ты пользуешься этим автоматическим переносом Тем больше у тебя кривых каких-то неадекватных контактов Каких-то несостыковок или еще какой-то херню А еще лучше все не переносить, а ручками все добавить Ну, типа основные приложения Да-да-да, вот то что я говорю Потому что бывают такие приколы и кейки, что у тебя из-за переносов Айфон просто глючит Ну, у тебя тянутся всякие баги, всякие приколы Лучше не переносить Не то что баги, оно просто несовместимо Ну, вот по поводу несовместимости не было Но даже с переносом файлов с андроида на андроид Я сталкивался с тем, что оно просто... Ты с айфона на айфон переносишь, у тебя айфон из-за этого глючит начинает Прикольно Что такое? Ну, тут у меня плотненько, а вот тут вот это вот звенит Видишь, она тут не плотненько Тут она плотненько вставляется Но вот это промежуточное значение Оно не плотненько, из-за этого она звенит Так вот, Слава Романов пишет Я предлагаю сделать видео про баги Windows системы Я знаю, что когда-то делали такие видео Хотелось бы обновленное видео про такую информацию И можно было бы сравнить напрямую, какие баги-лаги для будущих покупателей Давай не просто баги, давай просто обзор хотя бы Windows будут критичными Пожалуйста, Витя, ставь мой ответ на этот вопрос с предыдущего днища Не, так давай... Нет, так я же потому отвечаю по-другому И делаю тебе предложение Нет, я отвечу по этому, нет Я тебе делаю предложение Давай снимем ролик Именно просто обзор одиннадцатки как факт И там будут пару багов, точка Просто вот какие-то рандомные и все И у тебя как бы и обзор, и то, что там чуть-чуть оно бажит И все Мнение я снять готов, обзор я снимать не готов Ну, мнение, окей И смотри, видео про баги можно сделать Про баги системы Windows и Mac Их можно разделить на две категории Первая категория Это статичные баги, которые происходят у всех И скорее всего, что на одной, что на второй системе Они фиксятся с грядущими обновлениями Либо уже на момент выхода ролика они уже пофикшены И поэтому покупатель скорее всего не столкнется с ними Либо это те баги и проблемы, которые случаются в единичных случаях Извините за тавтологию Из-за определенного железа, стечения обстоятельств Версии программного стороннего обеспечения Версии сторонних железяк Внутренности твоего компьютера Внешности твоей компьютеры Захода Солнца-Луны относительно Сатурна И всего остального И оно будет, ну, мало пользы будет в этом ролике И, например, у меня куча всяческих багов в винде вылазит Хотя я ее частиком поставил У меня официальная винда Не взломанная всякими КМСами и всем остальным У меня вот купленная винда Поставленная Но при этом у меня вылазят всякие косячки Бесят, да Рандомом вылазят, да Живу я с ними, нормально, да Будет ли у вас такие проблемы? Скорее всего нет Потому что в комментах пишут, что вот люди пользуются чуть ли там Не с бетки этой винды И у них никогда таких багов не было Поэтому я могу снять ролик Потратить до хрена времени Рассказать про эти баги Сказать, что у Windows не берите А у 99% пользователей этих багов не будет никогда Потому что они не делают такие специфические штуки Ты бери то, что душе угодно Вот проблема в том Маг лагает, как говнина Проблема вот в том Серьезно, у меня винда так не лагала, как маг Вот прям реально очень серьезно Смотри Я пользовался тем ноутом Asus За полтора года я словил в нем багов меньше, чем на MacOS за пару месяцев Проблема обзоров Вот я столкнулся с тем, когда я себе что-то ищу и включаю очередной обзор Так как я сам обзорчик, я плюс-минус иерархию построения обзора понимаю Но очень часто в обзоре из-за того, чтобы сэкономить time, ну время условно обзора, чтобы это не было часовым роликом Дают общую информацию какие-то прикольные плюшки или прикольных багов О которых многие знают, либо какие-то уникальные баги И это прикольно Но когда я ищу какое-то устройство, я его ищу для определенных задач Вот как раз таки мой юзер-кейс, для чего я ищу это устройство Очень редко совпадает с большинством типичных обзоров И в основном мой юзер-кейс совпадает с единичным обзором, дай бог, где-то на ютюбе Это трехчасовые говорящие руки от какого-то батя сидящего на кухне И он может на 15 секунд заикнется о том, что меня действительно волнует И вот сложно сделать, условно, вот ты говоришь, сделай, вот что брать, например Тут... В смысле, что брать? Ты спросил, что брать, там, Mac или Windows Тяжело сказать Для большинства можно сделать типичный обзор и рассказать крупинку своего опыта использования И стандартные какие-то темы Но однозначно сказать кому-то, что тебе нужно брать только вот это, нельзя Потому что нужно исходить из его конкретных задач А все задачи протестировать мы не можем Потому что этот обзор будет нереально здоровым Ну и так или иначе, я же говорю, просто лагает все Не важно, чем ты пользуешься Линуксом, макосью, виндой Там, не знаю, что еще есть из популярных систем? Декс Айпэдом окей Ну типа лагает реально все Нет устройства, которое будет идеально работать и не лагать И лаги везде разные, они рандомные Поэтому ролик сделать можно Пользу он будет какой нести вам? Непонятно, разве что в развлекательном формате Обзор Windows 11 можно сделать Простенький в развлекательном формате Предупредив вас о том, что возможны баги Будут ли они у вас? Тоже непонятно, будут ли Потому что виндовое железо Если на маке, где у тебя железяка по факту одна и та же уже Выскакивают какие-то баги, которые у одних есть, у других нет То что говорить уже о виндовых компах, где миллиарды просто конфигураций разнообразных Что там происходит? Поезд остановился Куда поезд приехал? Не знаю, у него щеточка моет окно Мне кажется, поезд уже приехал И меня бесит это Вот, поэтому как-то так Илья Бутенко Всем привет, ребят Когда будет обзор iPhone 13? Жду именно ваш Когда я смогу Когда Алина заснет? Ооо, это удобно Нет, мне кажется, у женщины есть вот это вот Ты такой тянешься, 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 тянешься Я как-то у нее выпрошу Это будет, ну, это не обзор Это именно опыт использования Она может накидать какие-то фишечки, которые она заметила За больше, чем месяц использования Вот, и я расскажу, как он в целом Но, предварительно, если коротко, он мне очень и очень понравился Надо, чтобы не только фишечки, а чтобы она рассказала чувство свое о переходе с восьмерки Потому что, так или иначе, много людей сидят на старых телефонах Ну, типа, я знаю людей, которые на семерках все еще сидят Я сейчас разрушу миф И сегодня вот какой-то такой Может из-за того, что второй раз нищий записываю Может из-за того, что деда Я разрушу сейчас миф Во-первых, Дед Мороз не существует А Санта Клаус? Да, и Рональда Макдональда Все, вы уже не встретите нигде, к сожалению, этого клоуна Разве что в стечной яме возле Оно Там Оно стоит и Рональд Макдональд И поджидают вас Вместе Такие, давай поиграем Один с гамбургером, второй с шариком И играют в духовку С мандаринками Вот К чему это я забыл О мифах Вот касательно вот этой вот Магия перехода Какие у меня чувства Просто приятно Все, в этом нет Нет ничего Не изменяется твоя жизнь Никаким образом Кардинально Не становится Экспирианс Использование Два дня Я в обзоре об этом расскажу Но вот Чего-то вот такого Прям не происходит И вот касательно Вот этого утверждения Знаешь Начитавшись каких-то психологических книг Когда мы были студентами Что типа Ставь себя Не дам Ставь себя Не дам Ставь себя Не дам Ставь себя Не стайфулишь Как говорил Джобс Я был согласен А сейчас Вот с возрастом Я перестаю быть Ну В зависимости От типа человека Кто он такой Кто он по жизни Чем живет и вообще Что как Потому что когда ты находишься В неудобной для себя ситуации И тебе нужно заниматься Креативным чем-то интересным И веселым Ты выгораешь Ты дико выгораешь Ты понимаешь Когда ты находишься В неудобной ситуации Когда ты Хрен без соли Извините за выражение Доедаешь Когда тебе елочка Не нравится Ну Ты Помрешь Постоянно находиться Вот в таком вот Дискомфортном положении И при этом заниматься Какой-то креативной Веселой работой А когда ты У тебя все хорошо Ты находишься в зоне комфорта Ты с довольным Ну ты счастлив Ты счастлив И ты Если ты вот В зоне комфорта Если у тебя все хорошо Если тебе нравится тем Что ты занимаешься Дома у тебя все хорошо В семье у тебя все хорошо На личном плане С друзьями То ты довольный Приходишь на работу Ты радуешься Ты несешь этот позитив Ты довольный Ты классный Довольный человек Более продуктивный Чем несчастный человек Да я так же делал Прикольно Да охрененно Просто обоссака За столько денег Столько всяких фишечек Вот поэтому я Со многими вот этими Вот утверждениями Становлюсь не согласен Вот дедом То есть ты считаешь Что надо жить в зоне комфорта Тогда будет жизнь Лучше Нет не в то что в зоне комфорта Нужно Ну Для того чтобы Быть продуктивным Не обязательно Быть обозленным На мир Голодным Неудобным А то есть это вот Голодный художник Ну как говорил Джоб Stay hungry Stay foolish Я частично и согласен И нет То есть Все что вам Втюхивалось Как правда С психологической точки зрения А как же Моральных принципов Оно все двоякое Вот серьезно Вот ко всему Можно подойти с двух сторон И Нет условно Едино Вот нет какой-то Константы Что только вот это вот Можно применить Ну чувак К сожалению Окей Володимир Кхортица Какие планы На новоричные свята Чичикаты Стримуют Сей команды Стрим нет Ну я сомневаюсь Реально что у нас Будет стрим А типа влога На тему Нового года И воспоминаний Что произошло Я думаю будет А вот А планов на Новый год Я мандаринки съел Уже все Блин это реально Я не могу второй раз Шутить те же шутки Чувак это такой кринж Это именно кринж Понимаешь Для тебя второй Для них это первый раз А для меня это второй раз Это такой кринж Мы раскидывали Что-то смешили друг друга Щекотали Мандаринки Да и мандаринки Про духовку шутили А сейчас вот как-то Вот оно Короче Фишка в том что я думал Что Сашка нас позовет Я говорю Так Сашка нас позовет У него дома А Витя такой Так он сваливает со страны Да нет Он с семьей Ну да Он с семьей А мы ему никто Поэтому он нас не позовет Я такой Тогда у него нет планов Но ты же в его семье Подожди Тогда нет планов Вот это вот все Это я не в его семье А ты в его семье И мы расстроились из-за этого Вот Но касательно планов Особо никаких Потому что Старенькие мы уже На всякие эти тусы Дискочили А почему он старенький Мы 31 числа здесь до 6-7 вечера будем Скорее всего Я единственное что хочу Погулять Вот я хочу в центр Вот когда вот это Новоречная ярмарка уже открылась Или не открылась Там с 19 или с там Ну вот короче Когда будет Новоречная ярмарка Ищите меня как бы Ищите меня в клубе Ищите меня на новогодней ярмарке Пойду Так она на этом На почтовой площади Не на Софиевской площади Контрактовая Почтовая Ну короче Буду себе ходить Пить Глинтвейн Смотреть Смотреть на Молодую Молодую молодежь Которая пьет много Глинтвейна На миленьких старичков Ходят которые за ручку На елочку Будут сотреть Не будешь ходить Ты будешь пропихиваться Среди толпы людей Не Тебе будут пинать Смотри если ты спешишь куда-то Если медленно идти Ты спокойно идешь Серьезно Надо поймать элит толпы Я пару раз ходил Ну окей Советую пройтись От Софиевской до Ты вниз на фуникулёре Спускаешься И дальше туда Вот это Два или три года назад Вот с родителями Не ну просто можно Типа не на фуникулёре Спуститься А пройти к арке А потом от арки По лестнице Спуститься К набережке И там пройтись через почтовую Так будет лучше Вот поэтому погулять Как по мне это хорошо Да ограничения Вирусы Новые штамбы Вот это вот всё Так хочется порадоваться Жизнь А вот это интересно ты сказал Что Ну у нас же сейчас Типа что в кинотеатры Что В эти самые магазы Ну в магазы там Им пофигу А в шмоточники Короче надо везде Показывать типа QR-коды Потому что мы типа В красно-оранжевой зоне А теперь это просто Да понятно Вот но мне интересно Как они это реализуют На открытом ярмарке Типа серии Я хочу бляха-муха Пить глинтвейн И радоваться Несуществующему Старому мужику Который хочет Посидеть Который сидит на кресте Я захочу На его коленке Посидел маленький Одиннадцатилетний мальчик Я хочу верить в этого Бородатого мужика Всё Пожалуйста я хочу верить Старые ценности Фильмов 90-х На которых я вырос Всё Присаживаться будешь ты А ты А я как бы Хочу сотреть Один дома Два я дед Всё пожалуйста Один дома Один я кстати построил Едем дальше Владмур Четыре года сижу на ноутбуке Xiaomi Air 13.3 Хочу перейти на сетап Без ноутбука Взять Samsung Tab S8 Ultra 14.6 Когда выйдет И к нему чехол клавиатуры Мои задачи Телеграм Иногда Канва Браузинг Много ворда В общем ничего специфического Вопрос Могу ли я ужиться с DEX режима на планшете Достаточно ли он дорос Для того чтобы не раздражать И выполнять базовые задачи Или забить и взять MacBook Air M1 У меня Samsung S20 FE Играю на нём До этого с Apple Дело не имел Забить и взять MacBook DeX Штука интересная Прикольная Но на поиграться Работать и жить в ней Нет Если интересно Я просто делал сценарий Сашки Посмотри у нас Есть видео Про DEX Он очень Урезанный Полноценную систему Он к сожалению Заменить не может Как бы ты не хотел И На повседнев Я бы этим не пользовался Серьёзно Лучше взять MacBook Air M1 Да ты этим не пользовался Ты к нему привыкнешь Но это десктопный Экспириенс Он полнофункциональный Ты спокойно им пользуешься Наслаждаешься Радуешься Нет у тебя никаких проблем Меня начало бесить Да и стоит Air на M1 Не так-то и много На e-каталог Можешь найти Там много интересных Предложений Можешь под новогоднюю акцию Какую-то сможешь зайти Успеешь Вот Около тридцатки Там плюс-минус Туда-сюда Несколько там сотен баксов И можешь взять Air на M1 Советую тебе Взять именно его И не заигрываться Окей Владислав Хус Привет Насколько денег используется Света в днище влоге И в ваших студийных обзорах Что можете посоветовать Для основного бюджетного света Спасибо Насколько денег Используется Витя Ты отвечал на этот вопрос Пожалуйста Не будь вот это Что это за вопрос Такой сейчас Подумаю что ответить Давай Забыл Я помню Да Я уже старый Свет Это где-то стоит Ну плюс Ну типа сам свет 1015 стоит Стойка и модуль Еще там 1010 может стоить То есть там До 20 У нас стоит 2 гудка Вот Это ледовые панели Которые сматываются Плюс-минус В общем стоит где-то 40-50 тысяч Блоки питания и беспроводные модули Плюс Свет еще используется Вот такие маленькие Светодиодные панельки Офигенные штуки Там 3 с лишним Тысячи она стоит Кто производитель? Ну короче У нас есть Офигенный производитель Апутюр Но у нас Заменители апутюрок Вот Я не знаю Как называется Ну типа офигенные Такие маленькие светодиодные панельки Они очень популярны Они похожи на апутюрки Вот есть у апутюрок Вот такие вот диодные панельки RGB подсветки У нас такие же только Заменители Немного дешевле Да и гудох Как бы это Относительно Бюджетный Прикольный бюджетный Там что-то светится Непонятно А прикольный бюджетный свет А прям Чтобы прям очень сильно по бюджету Я тебе советую Знаешь на что обратить внимание На Если у тебя достаточно Светосильная оптика И ты будешь что-то такое Снимать в небольшой студии То это гудох С одним диодом На 60 ватт В районе там 5-6 тысяч гривен На бюшке Дополненный сетап Можно найти Либо саму лампу новую Но тебе нужно будет Рассеиватель купить И стойку Либо в идеале взять На 150 ватт С одним диодом У меня как раз такой Дома стоит И его вполне хватает Для моей небольшой студии Потому что 60 ватт Это очень близко к лицу Пришлось бы ставить А 150 ватт Или 120 ватт Я вот не понимаю 150 ватт 150 ватт Вот хватает идеально Только он шумит Но он дороже Да, понятное дело Там шум есть Но если у тебя Кардиоида Либо какая-то На направленный микрофон Этого не будет слышно На петличку Это будет конечно хвататься Вот как-то так Это бюджетный Можешь посмотреть из новых Как бы можешь посмотреть И на бюшке Иногда проскакивают Интересные варианты На это пожалуй и все Рома играл с этим мультитулом В течении Сколько? Двух часов десяти минут Двух часов десяти минут И там еще двадцать минут, да? Не, это все один ролик А, все один ролик И за два часа Ничего не разболталось Xiaomi тупо топ Я знаю о них все И запишу я не помню Об этой части днища Или в той, которая не вышла Короче, будет видосик В инстаграме и в этом А может на Сашкином канале Это видео предложил Но я сомневаюсь Поэтому в инстаграме И в YouTube шор Ну и я думаю У тебя Сашка заберет его Да хренушки Я ему не дам Нет, чувак Я ему скажу Я официально Тебе передаю его в руки А ты мне официально Переводишь Семьсот девяносто гривен На карточку Только после этого Я проведу процесс Вот это приемы Передачи товара То есть ты прям Настолько ему не доверяешь Чувак Да нет, он Он поломает Поломает? Чувак Его можно поломать Я написал в чате Что сяоми мультитул Это качество Равно Деньги Все Вот некоторые люди Привыкли к тому Что Получить невероятное качество За минимум Обмануть весь рынок Обмануть всех Так не получится Вот здесь Это ровно то Что вы можете получить За те деньги Которые вы на него потратили Вот я получил ровно Немного люфтит Чуть-чуть там звенит Но при этом Плотные пассатижи Все подведено Отлично Все работает Все что тут заявлено Это все работает А пассатижи или плоскогубцы? В чем разница? В чем разница? Вот на этом Пожалуй и все Напишите в чем разница Между пассатижами и плоскогубцами Мы вас обнимаем Приподнимаем Извините Если мы местами горели Или неадекватно шутили Просто описали во второй раз Но все ради вас Поддерживайте пожалуйста Лайкосиком эту рубрику Задавайте какие-то Интересные вопросы Темы Просто за жизнь За все что угодно Нас спрашивайте Либо в завыкрепленном Комментарии в сообществах Либо под этим выпуском Днищем С удовольствием с вами Пообщаемся Нам нравится с вами общаться Вам тоже Вроде бы нравится с нами Общаться Поэтому накидывайте Интересно каких-то тем вопросов И с наступающими праздниками Скоро будет вот Новогодний выпуск Нищая влога Там еще раз вас поздравим Но елочку Уже обязаны как бы поставить А то елочка Мне нравится Елочка тебе нравится? Мне нравится У тебя же есть елка кстати Встроенная в землю причем Я ее украл с кладбища На это пожалуй все Всем пока Я ее украл с кладбища